Чувашские кадеты стали призерами оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1». Он работал в Нижегородской области. На протяжении нескольких недель юно-армейцы постигали азы военного дела и сдавали нормативы по плаванию, подтягиванию, пожарной безопасности. В копилке команды из нашей республики награды, военизированные эстафетти, беги на тысячу метров и сборки автомата Калашникова. Между тем в Чувашии начали готовить парашютистов-десантников. Об этом нашему каналу рассказал военный комиссар Чувашия. Подготовкой будущих десантников занимаются специалисты ДСААФ. На протяжении многих лет эта организация обучает водителей для вооруженных сил. Первый выпуск армейских парашютистов уже призвали войскам, отметил Александр Макрушин. В этом году ДСААФ подготовило 10 ребят парашютистов, стрелок-парашютистов. Раньше этого у нас не было много лет. До этого ДСААФ работало, парашютисты готовились, это более 15 лет назад. Сейчас мы такой пробный проект попробовали, получается, хорошая тема, надо развивать, чтобы ребята уже шли тоже парашютисты с прыжками и так далее. Александр Макрушин стал гостем программы «По существу». Тема очередного выпуска – особенности весенней призывной кампании. Как в республике выполняют план генерального штаба и борются с уклонистами? Почему в армии сокращается количество солдат-срочников и становится больше контрактников? И говоря вообще о контрактной службе, у нас в этом году наряд в пределах где-то 700 человек. В прошлом году такой же был наряд, мы тоже выполняем эти показатели по контактной службе. Ребята с удовольствием идут служить, тем более, что контрактная служба сейчас престижна. Ребята с удовольствием.